странный сон был меня моно мы это уже разбирали но я напомню с чего все начиналось будто смотрю в какое-то окно и там какая-то космическая станция реально такое колесо и тут такая вот цилиндра на него надет как колесо со спицами с такими и крутится зараза светится и так смотрю понимаю что груз какая-то что туда не достичь хотя вот она рядом и почему-то понимаю что я умираю но я маленький как ты все это вспоминаешь видишь я понимаю что нужно умереть и есть нельзя ты реально маленький тебе наверное лет 12-13 такого возраста ты находишься на корабле которая висит недалеко от этой орбитальной станции дальше за этой орбитальной станции находится планета Эта станция висит на орбите, а за ней дальше находится планета. Туда тоже нельзя. И на станцию нельзя. Ты на корабле. Комната, где много пультов каких-то вокруг, и ты закрыт изнутри. Ты сам изнутри закрылся. Возле тебя никого нет. Ты один в той комнате. Двери, если можно так сказать, этой каюты. Я не знаю, каюта это или нет. Там двери полностью. Стена, вот эта, как в коридор, которая ведет, условно в коридор. Я пользуюсь теми терминами, которые мне проще. Она прозрачная, она стеклянная, из толстого стекла. Видно, что ты забаррикадировал дверь. И не то, что ты закрыл на какое-то устройство. А ты даже забаррикадировал, подпер какими-то вот щитами, чем-то стулом, чем-то еще, чтобы не открыл. Снаружи, чтобы никто не открыл. Сил у тебя мало. Ты уже действительно несколько дней ничего не ешь, и ты пытаешься умереть. Ждешь, точнее, когда умрешь. Отчего это так? Ты заражен. Я немного старше тебя. Мне примерно лет 15. 14-15. Я сижу в коридоре, я плачу. Прошу, чтобы ты открыл. Да, тебе, наверное, 13, а мне где-то около 15, может, 14, я тут чуток старше. Я возле дверей сижу на полу. Я устала тебя просить. Несколько дней прошу, чтобы ты открыл. Ты не открываешь. У меня сопли, слезы. Очень страшно. На полу следы от крови. Тело, которое я волочила, чтобы убрать из коридора, мне было тяжело, я его не могла поднять как-либо. Мне пришлось его волоком тащить, чтобы оттащить, чтобы оно не лежало в коридоре просто, потому что меня очень пугало. Это тело оставило следы, а я почему-то не вытираю эти следы крови. Мне как все равно уже, что ли. На корабле живых больше никого нет, только ты, а корабль совсем маленький. Условно говоря, какая-то, ну, как катер. И яхта прогулочная. Прогулочная, да. Это да, это катер, но такой, типа посыдный для адмиральского состава. Угу. И мы куда-то летели, там другая планетка была. Недавно вышли в космос, относительно недавно, лет 50. И напоролись на что-то в космосе. Расскажи, как ты это увидела, вспомнила. Я помню себя, начиная на той планетке, я помню себя примерно 4 или 5 лет, примерно такого возраста. Я отца своего помню, тот, который был. Я маму помню. Мама высокая, худощевая, коротко-коротко стриженная, темные волосы мне. А отец у меня тогда, это я в тот момент маму помню, когда мне было примерно лет 5. Вообще-то, как вот коротко стрижена. А отец у меня рыжий такой и красавец такой, рыжий-рыжий большой такой. Знаешь, есть такой тип людей совершенно. Но вот его я хорошо запомнила. Я помню, он такой весельчак был. Мама была строгая, он всегда весельчак, когда я приходила. У меня тоже волосы были золотистые, такие рыжеватые. Я, скорее всего, в него вдалась, а не в маму было. Его я хорошо помню, я его любила. Он был, как, знаешь, условно говоря, как какой-то, ну, не пожарник, не МЧСник. Я не знаю, как это правильно назвать. Кто-то, кто выполнял какую-то функцию, условно говоря, если по-нашему это как, ну, реагирование какое-то, скорый МЧСник, что-то такое. Когда на нас напали, когда на нашу планету напали, он был в отрядах самообороны. Да, не так. Как такового космофлота не было военного, но были такие вот околовоенные, они могли реагировать, да. А потом уже появились космопологи, дальний поиск, космофлота. Я помню, что он погиб, а твой папа, да, прости, я перебила. Твой папа был адмиралом, он был военный. Он худой, нервный такой относительно, глаза немножко в полы. Да. И как мы оказались вместе? Вот тебя погибла мать, и притом погибла у тебя на глазах. Ты был очень замкнутый, ты был очень скрытый ребёнок. Ты абсолютно не шёл на контакт. Ты воспитывался в каком-то как интернате, что ли. Тебя стал отец собирать после того, как он женился на моей матери. Ты был условно моим младшим сводным братом. Мы с тобой летели, как знаешь, вот мы летели, условно говоря, ты жил в этом интернате, а я жила в семье с мамой и с отчимом, ну то есть с твоим папой. И мы полетели на ту маленькую планетку. Это как, знаешь, условно говоря, как спутник какой-то был. Какой-то аванпост, да. На какой-то аванпост там была какая-то академия военная, что ли. Ну вот что-то такое. У тебя с отцом были ужасные плохие отношения никакие. И ты там воспитывался. А почему у тебя были плохие отношения, это другая история. Ты там воспитывался, и отец взял, я его назвала отцом, хотя он был очень... Отец взял меня с собой, чтобы мы, когда будем возвращаться назад, я как ребёнок, чтобы как-то нашла к тебе общий язык. Потому что ему находиться с тобой вдвоём было очень тяжело. У вас с ним не было контакта, и он просто, знаешь, меня взял как буфер. Я девочка, возможно, я ребёнок, возможно, как-то мы с тобой найдём общий язык, возможно. И ему будет проще, ему не нужно будет с тобой быть в одиночестве. Там не одиночество, там ещё был один или два, по-моему, два матроса, да. Какие-то. Ну это офицеры-матросы. Не матросы, а офицеры, да. Я не знаю, как они называются. Я сейчас даже не буду пытаться вспомнить. Я просто функции их помню, как какой-то стюард один из них. Один из них был молодой, такой, ему около 20, потому что я вечно ходила, ему улыбалась, он-то постарше был. А я ещё такой, ну, девочка как раз только, это его тело мёртвое я волокла потом в какой-то как отсек, мне его спрятать, чтобы не ходить постоянно, не смотреть на него. Чего они умерли-то? Там какие-то раны на них, потому что они все в крови. Я когда волокла тело, они мёртвые, они в крови. Вот тебя, я помню, не только там, в том закрытом, в той закрытой каюте, или как это называется, я тебя помню раньше, когда мы с тобой сидели, большое такое, как окно, иллюминатор. Я не знаю, что это. Я тоже. Большое такое, как окно, иллюминатор, наверное. Просто окно огромное, вот в какой-то каюте, и мы просто с тобой сидели, как на подоконнике, условно говоря, на чём-то рядом мы сидели, и мы смотрели на звёзды. Когда мы возвращались домой, мы вот тебя с отчимом забрали и возвращались домой туда, где вот наша мама, условно говоря, моя мама, но она должна быть и твоей мамой уже. И мы возвращались к тебе, я помню, ты угрюмый и очень замкнутый. Я постоянно пыталась угодить отцу, и поэтому я пыталась с тобой подружиться и разговорить с тебя как-то. Я понимала, что у вас тяжёлые отношения, и я знала причину ваших тяжёлых отношений. Я уже была достаточно взрослой, и меня уже посвятили в эту трагедию. Ну, я его как бы не мог простить смерть матери ему, да? Да. Ну, из-за него. Всё из-за тебя. Типа могли убежать. Назовём эту запись «Червячки». Да. Это было тогда поменьше. Вы играли где-то на улице. Вет семь. Ты играл. Это уже было как последнее, последнее было. Это не очень долго. Это года четыре, наверное, пять, может, было. Вот это агрессия. Не дольше. Дальше человечество. Или, ну, те, кого можно называть, я не знаю, человеки можно назвать, нельзя. Где-то около четырёх или пяти лет против них велась агрессия. Корабль, они только вышли в космос не очень давно. Они, ну, лет 20-30 уже, наверное, плавали, если не больше. Но это не сотнями лет исчислялось. И какой-то корабль, как бы я так сказать, заразился чем-то. Вот привезли на планету какую-то ерунду. Добывали какие-то полезные ископаемые там? На каком-то, как, знаешь, впечатление, как вроде бы, ну, это было не Луна, но какой-то спутник недалёкий. Какой-то астероид. И добывали там, ну, не руду, что-то добивали, да. Не суть, что что-то добывали. И когда прилетели на ту планету, привезли с собой, как заразились чем-то. Вот, я не знаю, как это сказать. Это похоже на слезняков, на червяков и на... Но если червяк, он имеет более плотное тело, а это скользкое и... Как медуза по консистенции. Но только форма вот такая вот как червяка. Ну, может быть очень жёстким, да. Как типа сперматозоид, да. Проникает в нервную систему. И заставляет людей кидаться друг на друга. Была война на Земле после заражения. Не могла понять. Люди убивали друг друга. Да. Люди становились подконтрольными этим вот непонятным существом и просто убивали друг друга. Они как входили в нервную систему, полностью маленькие, проникали в человека, входили в нервную систему и брали человека под контроль, да. Как развивался, да, там уже в третьей стадии, там уже, да, начинал питаться этим. А так вообще живой человек даже ходит, думает, просто начинает убивать незаражённых. Причём довольно быстро. Для чего это было сделано? Для чего заражённые заражали? Ой, убивали незаражённых именно для того, чтобы их как не отловили и не убили. Они как самозащитой таким образом занимались. Они передвигались как-то очень быстро, они делились как-то очень быстро. Да, ну, можно сказать, что зомби, только такие с чужим. Классика. Классика. И, насколько я помню, потом зацепил случайно какую-то капсулу с космоса. Всё такое, кусок льда, можно сказать, внутри которого была эта капсула. Правильно? Правильно. Рассказывай, как ты это помнишь? Видишь сейчас? Какие-то большие, как манипуляторы, что-то тащат. Как, знаешь, пришвартовать к стенке. Я не совсем тогда понимала, и сейчас не понимаю всех тонкостей. Я просто то, что видела. Я слышала какой-то как удар, толчок в эту нашу маленькую, ну, я не знаю, как кораблик этот маленький. Яхту маленькую. Она была красиво отделана. Отец твой был, ну, высокопоставленным чиновником, скажем так. Я помню удар какой-то, вот как, знаешь, приклеилось, пришвартовали, притянуло что-то. И отец твой с этими двумя, которые там, они что-то делали. Не знаю, как это сказать, шлюз, не шлюз там какой-то. Они пытались что-то втянуть внутрь, но это же нельзя в открытом космосе. Я не понимаю, как это произошло. Я только помню удар, толчок какой-то, и когда я испугалась, кто-то из них, проходя по коридору, сказал мне, что все нормально, ничего страшного не произошло. Нашли что-то интересное, сейчас дотащат его, ну, до этой орбитальной круглой станции, как бублик, такой большой. не дотащили. Что дальше произошло? Дальше вообще непонятно произошло. Тот один, который старше, собрались как за ужином, как на ужин шли, собирались на ужин. Комната большая, и вот как столовая, там пользовались, знаешь, этой комнатой. Такое впечатление, что он кусать собрался. Он стал какой-то странный, такой, знаешь, в глаза бегают, и он начал как, ну, как не в себе, как сумасшедший какой-то. Уже не было этой заразы, условно говоря, их уже всех истребили, на планете. Уже были свободные, уже как карантин какой-то закончился, уже были свободные, выходы уже прошло, несколько лет, когда их уже никого не было, уже всех истребили. Уже не рассчитывали, что обратно эта зараза может вернуться. Дальше что один, что с ним-то стало? Такое впечатление, что он кусал. Ну, кинулся, да. Да, насколько я сейчас вижу, он как кинулся кусать. Но у него, вероятно, он как тот, который там на кухне был. Может, у него оружия не было, или чего он не нападал, не знаю, по-нормальному. Я только вижу, он накидается, как кусать. На этого молодого накинулся. А потом они вдвоем пошли на твоего отца, и твой отец любил одного и второго, а второй его зацепил как-то перед смертью. Я начала пищать, я выскочила. А он мне сказал, чтобы я убегала, и чтобы я предупредила тебя, что какая-то опасность, чтобы ты не выходил. И я побежала по коридору, а ты побежал туда. Я тебе сказала, что тебе туда нельзя. Ты как задержался на ужин, но шел, знаешь, вот ты как. Я зашла первая, и там люди уже были, а ты как задержался, шел в самый последний. Ты все-таки с отцом отношения были тяжелые, ты не хотел с ним встречаться. Ты ни с кем там не хотел. Да, ты хотел, чтобы они поели, да, чтобы они поели и разошлись. И поэтому ты шел последний туда. А я выбегаю тебя предупредить, чтобы ты уходил прочь, а ты наоборот туда попер. Я очень испугалась. Это не в том кампусе. Это, как знаешь, коридор вот так и вот так шел. Они пока на твоего отца напали, они из этой комнаты вышли. Отец как отступал в коридоре. Первого тот, который постарше, он убил там в кампусе, а второго тот, который моложе, он как, ну как в коридоре, как на выходе убил. Из этого какого-то кампуса. Вот так вот. Я бежала к тебе сказать, а ты сказал, что ты пойдешь смотреть. Я испугалась, я закрылась в комнате, сидела, плакала. Я не знала, что будет. Ну, я видела, что вот тех двоих уже, как убили, отец убил. А дальше я не знала, что. А потом я посидела какое-то время, но страшно, не страшно, все равно же нужно смотреть, что там. И когда я выходила, я видела, как ты идешь по коридору и ногу немного волочишь. У тебя кровь шла, у тебя как спина была разорвана или ранена, не знаю, разбита. и ты сказал, чтобы я, я пыталась к тебе подбежать, посмотреть, что с тобой случилось. Ты говорил, чтобы я не приближалась к тебе. Уходи прочь, не приближайся, не приближайся, уходи. Прямо кричал, чтобы я не приближалась. И когда зашел внутрь той комнаты, ты закрыла собой дверь. Я начала стучать в дверь, что открой, мне открой, что случилось, что произошло. А ты сказал, что не откроешь. Ты махал мне, что я уходила. Я пошла смотреть, что произошло. Вот тот, который старый, лежал в комнате, в кампусе, там, где мы кушали. Он там лежал мертвый, молодой, в коридоре, так как я и говорила, лежал. И отец твой был мертвый. А ты раненый. И вот я молодого, похоже, добил. Отец как-то мертвый, да. Он его, видимо, либо не добил, или сам застрелился уже, неважно. А потом этот молодой, вроде бы на меня попер, я его чуть-чуть добил, но этот перекинулся на меня. Но мне как-то удалось этого. Он уже был раненый, если бы он, знаешь, не был раненый. Может, ты ребенок с ним бы и не смог совладать? Да. А так, что его просто твой отец как не добил, и он на последних силах начал нападать? Чуть-чуть добил, да. Да. Там, видимо, на тонком плане нужно было решение. Люди должны отказаться были сознательно. Это как последний был. Да, их уже не было. На Земле уже несколько лет как не было этой заразы. Я говорю, что уже кончился. До этого нельзя было как летать. А потом снова карантин уже сняли, уже начали по ближайшим планеткам, астероидам. Это не была такая планета, что прям межзвездные там какие-то переходы еще ждут. Недалеко на какие-то летали. В своей системе, да. Да, в своей системе, и притом такие совершенно недалекие. Я думала, что мы вернемся на эту станцию. До нее уже оставалась совсем ерунда. Ее уже видно было, она уже висела. Угу. Но мы никуда не летели. Мы зависели. Не знаю, как мы могли зависнуть. Я не видела, чтобы мы куда-либо двигались, или я не понимала. Возможно, на какой-то мелкой скорости скорее всего висеть же не получается в космосе, не знаю. Но мы не приближались. Может, мы не приближались к этой станции. Мы не шли к ней и никаким образом ни на Землю, ни туда мы не шли. Этот черепь питался человеком. Если человек умирал, он умирал тоже. Если носитель умирал. Угу. Поэтому, когда они заразили тебя, такое впечатление, что он, как знаешь, споры со слюной вбрызгивал. Это не вампиризм, что кровь выпить. Это просто расцарапать, укус, плюнуть, ну вот, на тело, в кровь, внутрь, чтобы попало немного жидкости зараженного. Вот откуда эти фантастические ужастики? Просто укусил внутри человека и спор вырастает вот этот червяк, который в нервной системе живёт, да. Но я почему-то это мог гасить. То есть я умирал, и он во мне не развился. Не знаю почему. Ты не кушал абсолютно. Ты отказался полностью от любого приёма пищи для того, чтобы быстрее умереть, чтобы умереть быстрее, чем он в тебе развьётся. Хотя он в нервную систему брал за секунды, за минуты. У взрослых почему-то. Да, у взрослых он за минуты брал в нервную систему под контроль. Это не нужно было длительного периода. Как-то сознанием боролся, прям как психика, как его в себе душу. Странно. И когда я в коридоре, я же понимала, что ты, скорее всего, заражён. Потому что, ну, я-то была ребёнком, но я-то понимала, что у нас такое было. Я-то помню всю эту историю и отца помню, от чего он погиб и знала. Я просто плакала в коридоре, чтобы ты мне открыл дверь и как-то, потому что я боялась. Я понимала, что мы никуда не пойдём. Я поняла, что ты принял решение. Возможно, ты был маленький, но ты же учился там на кого-то в этой военной школе. Ты минимально, но управлять этим катером умела. И при том, это был катер твоего отца. Ты закрылся. Ты закрылся именно в той комнате, которая была как рубкой. И просто как я думала, что мы сейчас поплывём, а ты решил, что лучше не рисковать, потому что на земле этой заразы уже нету, чтобы она снова из этого корабля не вышла наружу. И ты решил, что лучше мы там умрём и не будем возвращаться. Логично. Я приносила тебе кушать и просила, чтобы ты хотя бы открыл дверь и воды взял или еды. Я говорила, писала, ты не слышал меня. Я писала тебе, что я отойду, открою дверь и возьми, а ты не хотел. Я уходила, приходила, я плакала. Потом я видела, как у тебя какие-то судороги. Я видела, это уже седьмой, восьмой день, не знаю, какой, как ты умер. Или четвёртый, но не раньше. Это было много дней. Глазки синие, да, такие вокруг прям. Это было много дней, когда я приходила и просила, чтобы ты открыл. Я очень боялась, потому что я понимала, что ты, если умрёшь, там я не смогу открыть дверь и я не доберусь сама от этой станции до чего бы то ни было. Но я и умер, как только я умер, со станции, по-моему, пальнули. Ты как передал какой-то сигнал, я не знаю, какой сигнал, что у нас заражение, чтобы они по нас не шли, да, чтобы они к нам не шли. Вот так, такая вот короткая. И какая-то серая жизнь. Впрочем, как обычно. Ты помнишь, как твоя мать погибла? У-у-у. Ты был маленький, ты мячом играл. Какой-то мяч, да, мяч, тарелка такая, непонятно. Да, и оно что-то улетело, как к мусорным бакам куда-то далеко. Ты забросила, как у нас в рейсбе это бросают, знаешь. Ты что-то забросил, и она пошла забирать, чтобы ты не плакал. И там из-за этих каких-то баков на нее напали. Да, отец выскочил. Меня успел затащить. Да, отец успел тебя затащить, а я ее убил. Он ее застрелил, лечить таких людей было невозможно. Ты просто увидел, как отец застрелил с ее, и ты понимаешь даже, что это, но у него не было выхода, ты не смог ему простить. Да, я это видел. Поэтому у вас были жуткие, но такие тяжелые очень. И он чувствовал себя виноватым перед тобой, и он тебя как отправил подальше, чтобы не видеть даже. Уже потом, когда они с моей матери поженились, ну, он решил тебя забрать хотя бы на каникулы, чтобы как-то налаживать отношения. Я мать помню, говорю, родного отца, я очень хорошо помню. И твоего отца помню. Он такой был, ну, интеллигентный, очень веселый. Можно так сказать, у нас бы это назвали лордом таких людей, знаешь, такой вот весь. А отец был обычный, самый такой весельчак. Твой, да. Да, мой отец хохотун, весельчак такой. Помню, как он меня щекотал, как он меня подбрасывал. Детство такое было с ним классное. И потом, как он погиб, и мать просто поняла, что он не пришел, и она замкнула себе очень долго. Мы просто бродили по дому, никуда нельзя было выходить, вот это вот состояние, что просто хожу по дому. Хорошие такие, и стекло, и это не бетон, но что-то такое, вот как пластик, не пластик. Я не знаю, и мы называли это живым камнем. Что за технология живого камня, я не представляю. Я была слишком маленькая. Я только, вот когда ищу его дом, я знала, что он из живого камня. А что такое живый камень, мне трудно понять. Я тогда скорее не обладала этим знанием. Хорошая планетка. Дома небольшие, максимум 2-3 этажа, не больше. Она такая была, знаешь, зеленая, очень классная. Лужайки, да. Лужайки, очень похожи на территорию. Хорошие летали. Да, да. Прикольно. Ладненько. Нам еще записать про обжору, про бабы горы, храм солнца с луной. Да. И путешествия. И про моряков. Про морячку. Ладненько. Хватит на сегодня, на сейчас. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.